Привет! Сегодня мы обсудим статью с названием Forgetful Experience Replay and Hierarchment Learning from Demonstrations. Эта статья была подана в июне 2020 года, ну или летом 2020 года. Она московская, и, честно говоря, она все еще на Левью. Но все равно давайте обсудим. Так, слайды. Как всегда, стандартный стандарт, обучение с подкреплением. Это у нас про взаимодействие агента с некоторым окружением. Агент выдает некоторые действия, которые нужно сделать. Окружение на эти действия реагирует, возвращает агенту новое состояние и награду. Выбирает же действия агента, соответственно, на основании некоторой стратегии или политики P. По состоянию выдает действия, которые нужно сделать. Авторы статьи полагаются на два основных подхода. Это imitation learning и иерархическое обучение. Давайте немного поговорим про них, чтобы потом было понятно, что происходит. Что такое imitation learning? imitation learning — это некоторый способ привнести в обучение с подкреплением супервайз-часть, а именно добавить в общий буфер некоторые демонстрации эксперта. Ну, это человек, который, естественно, проиграл как-то в игру. Мы видим, как нужно действовать в игре. То есть мы хотим, чтобы агент действовал примерно так же. Соответственно, зачем это нужно? Это, во-первых, позволяет снизить количество взаимодействия агента со средой. Это иногда может быть дорого. Ну, соответственно, это можно сделать за счет того, что у нас просто есть новые демонстрации от эксперта, которые заменяют демонстрации агента. И, кроме того, данный подход, когда награда либо плохая, либо непонятно, как его задавать, но мы, тем не менее, все равно можем научиться действовать так, как действовал бы человек, то, как мы хотим, чтобы действовал агент. Соответственно, недостатки здесь — это первый недостаток. Ну, у нас один указан, вторым — это, что необходима прямая связь между действием агента и действием эксперта, чтобы агента можно было научить, потому что действовал эксперт. Кроме того, для получения хороших качественных тарикторий нужно все еще стараться. Это непростая задача, и именно с этой задачей хотят бороться авторы статьи. Соответственно, учиться и работать на менее качественных тарикториях. То есть когда тариктория не идеальна, эксперт действия не идеальна, добивается не самой лучшей награды, которую мы хотели бы получить, но, тем не менее, на этом силу можно научиться получать что-то более хорошее. Соответственно, один из основных алгоритмов инвентационного обучения — это Deep Coolerning Program Demonstration или DecoFD. Соответственно, это примерно то же самое, что и обычный Coolerning, с двумя изменениями. Первое изменение — это то, что мы в качестве транзакций, по которым берем бачи, по которой делаем апдейты, добавляем также транзакции из экспертных демонстраций. Это первое изменение. А второе изменение — мы немного меняем LOS-функцию, а именно добавляем в нее инвентационную ошибку, которая начисляется за то, что агент действует не так, как мы бы хотели, не так, как хотел бы эксперт. Кроме того, они добавляют регулизации и так далее, но это на самом деле не особо принципиально для нас обучения. Соответственно, вторая часть, на которую полагается статья, это иерархитическое обучение. В чем суть? Суть в том, что если у нас есть некоторая задача, то в стандартном учении с подкреплением мы говорим, что вот у нас такая-то признанность действий, это стандартная маркс-кассетсепь, которая, соответственно, длится просто до конца эпизода. В иерархическом обучении мы выделяем некоторые более сложные подзадачи или цели, или же, как называют, опции, которые могут действовать на протяжении целого интервала времени. Соответственно, агент говорит, есть высокого уровня агент, который говорит, что сейчас мы выполняем такую-то цель, такую-то задачу, и в рамках нее мы действуем согласно политике, соответствующей этой цели. После выполняем следующую цель и так далее. И за счет последовательства выполнения таких целей мы в результате приходим к итоговому решению окружения. Соответственно, есть, может быть, два варианта, как у нас ставится задача, как наказанность постановка. Первый вариант – это когда мы изначально не знаем, какие у нас конкретно задачи есть в окружении, и в таком случае у нас работают какие-то алгоритмы вроде option-critic, которые сами ищут, какие опции мы хотим научиться выполнять и как мы хотим их комбинировать. Альтернативно же у нас может быть ситуация, когда мы сами знаем, какие конкретно задачи хорошие для данного окружения. Мы знаем, что примерно эти задачи, какому-то конкретно порядку мы хотим выполнять. Примером данного окружения является окружение Minecraft RL. Это окружение, в котором игроку в Minecraft необходимо добыть алмазы. Здесь явно можно понять, какие задачи мы хотим выполнять. Например, первая задача – это у нас добыть дерево. Вторая задача – это у нас сделать кирку. Потом у нас будет какая-то следующая задача – добыть алмазы и так далее. И в таком окружении нам понятно, в каком порядке, какие задачи мы хотим выполнять. Соответственно, мы можем явно определять, что мы хотим делать и когда. Такая задача немного проще изучить. Соответственно, давайте перейдем к статье. Что они делают? Они, во-первых, адаптируют алгоритм Deep Cool Learning from Demonstrations для случаев, у нас есть иерархическое обучение, и ограничатся именно вторым случаем, который я сказал. То есть мы изначально знаем, какие у нас задачи есть, в каком порядке. Мы знаем полный граф задач. Кроме того, для того, чтобы нам как-то учиться подемонстрировать, у нас демонстрация, у нас есть полная траектория во всем окружении, нам нужно эту демонстрацию разбить на подзадачи. Где, в какую часть, мы выполняем какую задачу. Опять-таки, поскольку задачи у нас довольно просты, мы это можем сделать. Например, в ситуации, когда мы хотим понять, что мы добыли сколько там дерева, можно понять, что эпизод закончился, ну, задача добычи дерева закончилась в 100 метров, когда мы добыли 6 дерева, ну или что-то такого уровня. Соответственно, таким образом мы можем демонстрацию эксперта разделить на разные куски, каждый из которых относится, соответственно, к отдельной задаче. После чего алгоритм предлагает, что давайте каждую из задач уйти отдельно на, соответственно, ее демонстрациях собственных. Ну, соответственно, кроме этого используется псевдонаграды. Это просто, чтобы у нас более было... Ну, у нас в окружении Майнкрафта в целом добыча алмазов награды сложная. Когда мы выполняем какую-то конкретную задачу, мы можем изменить много награды и давать награду, например, за то, чтобы мы добыли только дерево и так далее. Вот. Это, соответственно, номер награды, которая позволяет лучше добиваться конкретных целей. Далее идут новшества, которые предлагают авторы алгоритма. Первый из них, соответственно, это дополнительная агентация данных для участия к обучению. Соответственно, как у нас вообще выглядит имитацион леурнинг? У нас есть две части новостей. Это первая часть. Мы, соответственно, учимся имитировать действия агента, действия эксперта. А вторая часть мы как-то дообучаемся, добавляя в наш буфер, кроме как действия эксперта, это также и наше собственное действие, которое мы получили, учимся уже на этом. Соответственно, агментация используется в первой части, а именно в тот момент, когда мы учимся на экспертных данных. Как изначально предлагалось бы учиться алгоритму? Для каждой конкретной задачи мы учимся на экспертных данных, выделенных конкретно для задачи. То есть, к примеру, когда мы учимся добавлять дерево, мы берем из экспертных территорий куски, которые соответствуют выполнению задачи рубить дерево и учимся на них. Здесь же авторы алгоритма предлагают дополнительно добавлять части переходов, соответствующих выполнению другим задачам. Зачем это нужно в целом? Почему? Как мотивируется такое изменение? Мотивируется тем, что в рамках учения могут быть некоторые не только задачи, конкретно направленные на рубку дерева или добычу алмазов или чего-то такого, могут быть более общие задачи, которые необходимы просто для внедрения с окружением. Например, мы хотим перемещаться, не утыкаясь в препятствия, или мы, например, хотим уметь вкладывать в воде. Такие навыки никак конкретно не выражаются в рамках какой-то задачи, но тем не менее в общем агент им учится. Соответственно, добавляя транзакции из других задач, мы можем как-то мотивировать агента учиться и таким действием тоже в процессе обучения, ну, конкретно нашей первой задачи. Кроме того, дополнительных данных в любом случае всегда может снижать вероятность переобучения и в целом более дизайнерализовать выборку. Вот, поэтому это изменение, которое не делает, как обосновывает. Вторая часть — это введение забывчивого буфера для экспертных данных. Эта уже часть применяется к второй части обучения, а именно тому моменту, когда мы дообучаем агента на наших новых данных, получаем их нашим агентом. Соответственно, идея эта довольно простая. В ситуации, если экспертные данные не лучше и мы им не хотим доверять, мы хотим постепенно выкидывать их из буфера. Каким образом это делается? Вводится дополнительный коэффициент. И, соответственно, при вставлении батча для обновления в процессе дообучения мы берем процент из экспертных данных, процент, соответственно, из наших новых данных. И чем дольше мы обучаемся, тем меньше процент берем из данных экспертов. Соответственно, такой подход, что он должен делать в ситуации, если наши экспертные данные не лучше, мы в конце концов не будем уже их использовать, не будем настраиваться на RDS именно так, как сказал эксперт, возможно, не оптимально, а более полагаться на то, как, собственно, алгоритм решил, что нужно сделать. В таком виде имитация лоринг скорее нам дает более быстрый старт, чем непосредственно имитация эксперта до конца обучения. Давайте теперь посмотрим на то, как выражено в рамках алгоритма. Соответственно, вот первая часть алгоритма, которая соответствует двум кускам. Со второй по седьмой строчке тут можно видеть, что у нас это, соответственно, обучение под эксперта, и потом цикл по эпизодам – это у нас дообучение. Соответственно, вот пятые строчки – это как раз-таки у нас дополнительный буфер, дополнительные данные, которые берутся из других задач. То есть мы в него добавляем просто данные, соответствующие переходом задачи, не той, которую мы сейчас решаем. Вторая часть изменения – это, соответственно, запутать забывающий буфер. Это изменение может быть утверждено в восьмой строчке, когда мы, соответственно, берем сэмплинг из демонстрации эксперта, демонстрации агента с каким-то забывающим коэффициентом. В статье авторы, по-моему, используют просто линейный затухающий коэффициент, соответственно, через, там, фиксирующийся эпизодов мы уже все будем брать только от агента. Теперь какие были результаты? Результаты – авторы управляются логаритмом на двух разных категориях окружений. Первая из категорий – это, соответственно, простые окружения и нет ли обычной архитической структуры. В таком случае у нас граф G – это одна задача, ну, например, классическое окружение Лунерлендера. И они, соответственно, выбрали не самую лучшую награду, не самое лучшее показание экспертов. Это, соответственно, оранжевая линия посередине. И видно, что алгоритмы, которые декудеют, в результате примерно таких результатов и добиваются. Ну, что все равно ожидаемо. А алгоритм, соответственно, автор статьи сначала добивается результатов как демонстрации, после чего, соответственно, вот эти вот спады, как видно, это в точности составляет тому моменту, в который мы перестаем вообще брать данные за экспертов, потому что мы выходим на более высокий уровень, соответственно, показываем более хорошие результаты. Вторая часть эксперимента, тоже, опять-таки, со всем окружениями, заключалась в том, что мы проверялись, проверялось, насколько сильно мы зависим от качества демонстрации экспертов. Соответственно, было это ограничение CardFall, там некоторые другие окружения просто выражены в слайде, там примерно такие же результаты по картинкам, на всяком случае. Соответственно, мы взяли либо очень плохие демонстрации, либо очень хорошие демонстрации, и в таком случае, соответственно, алгоритмы бейтлайнов, которые мы сравнивали, то есть это Policy Optimization Prom Demonstrations, показывает такие же результаты примерно, как базовые алгоритмы. Основная часть, ради чего всего они это придумывали, это, соответственно, окружение MineRL, в котором, соответственно, агенту необходимо добывать алмазы, где уже понятно, какой порядок ирактических задач нужно выполнять и так далее. Здесь я не знаю, с каким конкретным алгоритмами сравнивали, если они сказали, что с чем-то лучшим на MineRL, соответственно, что приведено в табличке. Каждый алгоритм запускается на тысячи эпизодах, после чего в каждой строчке пишется, сколько раз из тысячи эпизодов была выполнена задача, которая, ну, соответственно, эпизод. Например, первая строчка – это, типа, добыть дерево. Последняя строчка – это, типа, добыть алмазы. Отличие Forget Will Experience, ну, отличие их алгоритма от их алгоритма плюс-плюс, там совершенно небольшое, не отличается только тем, что они подкастомизировали задачи под свое окружение, там немного подменяли награду, чтобы лучше училась. Вот, соответственно, согласно их результатам, их алгоритм превзошел базовый почти в два раза по средней награде. Вот так вот. Из проблем, меня, на самом деле, немного смущают вот такие вот спады. У меня ощущение, что в результате этих алгоритмов просто вначале учатся под эксперта, потом просто обычный инкулерный, ну, понятно, что добивает более хороших результатов. Но в случае иерархического мучения и более сложной задачи, действительно, как кажется, алгоритм показывает довольно хорошие результаты в ситуации, когда мы знаем, какие конкретно действия и какие-то задачи можно в каком порядке решать.